60 лет назад на углу Урицкого и Красноармейской построили красивый дом с уютными балконами, покрасили в тёплый песочный цвет, квартиры дали молодым семьям. Сюда же переехали ветераны Великой Отечественной войны. Ремонта в доме за последние лет 40 припомнить никто не может. В прошлом году управляющие компании Самарской области вышли с инициативой поддержать гражданскую позицию и провести отдельные виды ремонта в тех домах, чьи жители активно участвуют в выборах. Начинание поддержали в региональном правительстве. Жители нашего микрорайона, конечно, прониклись с такой инициативой. Администрация и Самарской области поддержала эту инициативу и выработала постановление, в результате чего всё это вошло в нашу жизнь. Жители микрорайона занимают очень активную жизненную позицию, сами готовы благоустраивать придомовую территорию, поддерживать чистоту и порядок. Говорят, приятно видеть позитивные изменения в своих домах. Ради этого с радостью выполняют свой гражданский долг. В год 70-летия Победы очень приятно получать такой подарок. И тем более этот дом строили наши отцы, когда приехали на электрификацию железной дороги, потом они строили Волжскую ГЭС, потом они строили Тольяттинский автоваз, речной вокзал и много-много ещё объектов. И, конечно, когда из рук в руки стал дом передаваться, он пришёл в плачевное состояние. До конца года запланирован ремонт 17 многоквартирных домов железнодорожного района в рамках этой программы. В городе изменения коснутся всего 200 жилых строений. Программа ремонта, которая поощряет активность граждан, продолжится и после выборов 13 сентября, на которых саммарцам предстоит определить состав депутатов в районных советах. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.